Добрый день! Сегодня у меня пожалуй самый безглютеновый рецепт. Это азиатские спринг роллы. Ничего не надо менять и искать никаких замен. Просто берем рисовую бумагу и заворачиваем в нее любимую начинку. Здесь вы видите овощи, которые я уже приготовила, кусочек куриного филе, но это еще не все ингредиенты. Некоторые я буду добавлять уже в процессе готовления. Я возьму рисовую бумагу и я возьму стеклянные макароны. Еще я люблю добавлять в роллы красную рыбу и морскую капусту. Вот у меня морская капуста в масле. Еще я возьму укроп и возможно базилик и петрушку и конечно креветки. Брисовая бумага вот прекрасно заменяют хлебобулочные изделия, особенно если вы не хотите есть дрожжевые изделия. Необходимое мне количество морской капусты я сейчас выложу в ситочку. Пусть она стечет. Она вот в масле. Мне лишнее масло не надо. Я возьму столько сколько мне нужно и вот так вот пусть все стекает. Стеклянные макароны это не макароны в привычном нам понимании. Эти макароны производятся из китайской, точнее азиатской фасоли. Это бобы растения мунг. То есть это не углеводы. Это растительный белок. Это еще один из вариантов безглютеновой еды. Сейчас я залью их кипятком и через пять минут откину на дуршлаг, чтобы вода стекла. Сейчас я буду подготавливать овощи. Буду их резать. Кальраби я уже заранее порезала вот на такие тоненькие полосочки. Креветки чистенькие. Никаких здесь черненьких ниточек нету. Я их буду делить пополам. Красную рыбу я не буду резать, а остальное сейчас порежу. Креветки разрежу на две половинки. В принципе можно как угодно, но так это будет более зрелищно и более красиво выглядеть. Мясо режу тоже тоненькими полосочками. В принципе все овощи будут нарезаться вот такими тоненькими полосочками. Так удобнее всего. Вот такие полосочки получились. А можно так же как и морковь. Овощи чистки вот этой вот. Ну тоже прекрасно. Посмотрите. И быстро. Стеклянная лапша уже готова. Сейчас я ее немножко порежу. Вот просто так ножничками, чтобы было удобней. Теперь рисовая бумага. На моей рисовой бумаге написано, что нужно ее опустить на 5 секунд в теплую воду. Я приготовила подходящую посуду. Сейчас я налью сюда воду теплую и буду опускать рисовую бумагу в нее. Сворачивайте крепкий ролл. Подгибайте края и ничего не выпадет. Все плотненько, плотненько сжимайте. Ну пока вот я закончила. Потом попозже я сделаю еще. А сейчас я хочу поднять тему хранения. Как хранить спринг роллы. Я поделюсь своим опытом. И даже больше того. Я сделаю вместе с вами эксперимент. Часть роллов я положу в контейнер. И уберу в холодильник. Ну вот парочку. Вот эти два. Один я положу в целлофановый пакет. Посмотрим, что будет с ним. Один заверну в пекарскую бумагу. Площеной стороной вот сюда положу. И тоже уже в холодильник. И посмотрю, что будет с ним. Как он будет храниться. Один ролл я разрезала, чтобы показать вам, как он выглядит внутри. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавлю 2 столовые ложки суевого соуса. Вот видите, у меня без глютена. Здесь значок. Или возьмите обычный суевый соус. И добавлю к имбирю и к чесноку 2 столовые ложки суевого соуса. Я возьму миндальный мусс. Вот она такая миндальная паста. Сверху есть маслица. Его я сейчас вылью. И потом добавлю еще саму пасту миндальную. Сейчас у меня здесь очень острая густая масса. И ее надо чем-то смягчить. Я предлагаю 2 варианта. Это крем для готовли. Ну, это как, знаете, не такое жидкое, как, например, кокосовое молоко. Потому что это кокосовый крем. И не такое густое, как кокосовые сливки. Или есть вариант соевого тоже. Кок-кремы. Это тоже крем для готовли. Он тоже не жидкий, как соевое молоко. Ну, и не настолько густой, как соевые сливки. Вот я сейчас положу пару ложек. Я выберу кокосовое, чтобы была кокосовая нотка. Теперь добавлю орешков, чтобы было более симпатично. И зелени. Все. Мой соус готов. Ну, вы экспериментируйте сами. Подберите соус под ваш личный вкус. Мне нравится, когда остро, терпко. Поэтому здесь имбирь, чеснок. Вы экспериментируйте. Добавляйте то, что любите вы. Теперь распаковка. То, что я вчера убирала, вот сутки у меня хранились роллы в холодильнике в контейнере. Вот, смотрим. Ну, значит, с одной стороны вот здесь нет, не отсырел, но более влажная. Верхняя часть более резиновая. Но я думаю, что если соусом, вполне можно есть. Здесь так же. Теперь то, что было в слоапановом пакете. Так. Вот здесь, видите, отсырел и порвался. С этой стороны так более резиновый. Ну, не гостям, а самим есть, конечно, соусом можно. И тот, который был в бумаге. Вот. С ним ничего вообще не произошло. Не порвался, не отсырел, но он явно резиновый. Вот. Его, конечно, видим, надо будет намочить. И тогда уже можно будет кушать. Роллы готовы. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок